Настоятельно рекомендую вам подписаться на канал BossVitecTV, на котором вы сможете найти прохождение практически всех игр серии Total War. А также он недавно начал прохождение Medieval 2 Total War за Византию. Ссылочка находится в описании под видео. Обязательно переходите и подписывайтесь. Друзья, всем привет! С вами Диодан. Сегодня мы немножко поговорим о магии в Total War Warhammer. Разработчики выпустили очередной ролик, который раскрывает нам подробности этой немаловажной особенности игры. В целом, я могу сказать, что мне Total War Warhammer все больше и больше начинает напоминать серию Героя Меча и Магии. Только битвы здесь будут не в пошаговом режиме, а в реальном. Ибо роль магии, которую уделили разработчики, она просто нереальна. Но начнем с самого, казалось бы, простого, но на самом деле сложного. Это монопол, так называемое количество магии, которое вы можете использовать в битве. Он отображается в стеклянной сфере в правом нижнем углу и постепенно пополняется из резерва магии. Резерв магии, вот эта полоска, опять-таки, с права циклянки, она уже, в свою очередь, в битве не пополняется. Но, тем не менее, некоторые из ваших героев, они могут ее за счет каких-то своих скиллов или способностей немножечко повысить. Такая вот, на мой взгляд, немножко замудренная система, но надеюсь, что ее хорошо реализует. И магия в игре, как вы можете заметить, меняет битвы колоссально. То есть, появляется определенная вариативность. Есть разные школы магии, есть магия ветров, магия огня, магия там нежити. И есть стихийная магия, как вы можете сейчас увидеть, которая действует абсолютно хаотично, но, тем не менее, наносит terrible, terrible damage. То есть, можно как делать, допустим, вы видите элитные отряды противника, связываете их боем, после чего подводите мага, он начинает там творить полнейший беспредел. Вы теряете дешевые отряды, он теряет дорогие. Также здесь интересный момент нам показывает быстрая кавалерия, которая пыталась убежать. Кидается на нее скилл, появляются, естественно, пехотинцы, обычные дешевенькие, но, тем не менее, они не дают ускользнуть вражеским всадникам, и вы спокойно их сможете добивать. Это все очень интересно, на мой взгляд. Стоит признать, что, в целом, раньше Туталвар, он на чем был основан? Это принцип камень-ножницы-бумага. Да, копейщики бьют конницу, копейщиков бьет пехота, лучники стреляют в пехоту, конница бьет лучников. И то есть, ваша задача как-то все это состыковать, соответственно, придумать, как не потерять своих, и как побольше уничтожить других. Здесь же появляется разнообразие, на мой взгляд, очень хорошее. То есть, если даже та же самая кавалерия, которая если несется, Медил 2 Туталвар, то она уничтожает абсолютно все живое. Здесь ваши маги могут использовать очень интересный скилл, который снижает скорость их передвижения, силу натиска, и, по сути, чардж, который должен был уничтожить абсолютно всех юнитов, он просто захлебнулся. Соответственно, возрастает роль микроконтроля в игре. Медил 2 Туталвар, на мой взгляд, такая медленная игра в плане битв, то есть, там не всегда вам приходится использовать и действовать по-скоростному. Здесь же, на мой взгляд, важна будет очень сильная скорость вашей реакции, то есть, посмотреть, что там на одном фланге, что на другом. Там используется один скилл, там другой, потому что можно как бафать, так и дебафать и свои войска, и вражеские. Можно использовать магию массового поражения, можно использовать магию точечную, и в зависимости от этого принимать решение. Скорость вашей реакции должна быть гораздо больше. И это, это хорошо, это замечательно. Мне это очень нравится. Другой вопрос, как они все это будут балансировать, и будут ли балансировать вообще. Главное, чтобы не получился им баланс. С другой стороны, разработчики могли бы пойти по самому простому пути, это сделать одинаковые заклинания с разной, там, допустим, анимацией, но в целом они будут делать одно и то же. Это самый простой путь, но не самый интересный. Но если разработчики пошли по хардкору, ну, тогда извольте все это попытаться из баланса. Тем более, что, ну, все с вами прекрасно знают, в Creative Assembly у них очень часто выходят игры немножко сыроватые, с кучей багов. И, учитывая, что появляется еще и магия, я думаю, начнется тотальное веселуха. Также сейчас на экране видите ветра магии. Именно от них зависит резерв вашей магии в бою, то есть, в зависимости от местности. И вы можете также увеличивать свой резерв на глобальной карте. В общем, такая вот полуобманочка получается. В общем, что хочется сказать по итогам. Total War Warhammer становится более разнообразным. Разработчики, на мой взгляд, рискнули. И хорошо, что они рискнули, поскольку, на мой взгляд, должно будет очень интересно играть. Особенно, если они постепенно, да, там, пусть даже не с первым патчем, когда они доведут это до ума, должно получиться очень-очень интересно. Тем более, что здесь появляются разные герои. У каждого героя там свои определенные скиллы, которые вы можете прокачивать, пойти там в одно направление, в другое. Я это люблю. Я это люблю. Чем просто, знаете, какой-нибудь очередной скучный Total War, ну да, там, с лучшей графикой, разработчики пошли, вабанг, взяли кота в мешке. Ну и посмотрим, удастся ли им это реализовать. Если будет интересная боевка, если будет интересная реализация магии, можно даже простить, там, унылую графику, условно говоря, да. Графика для 2016 года, сами понимаете, это не тот уровень, но если будет реализован хороший геймплей, ребятки, этой игре можно будет простить все. Пишите свои мнения по поводу магии в Total War Warhammer. С вами был Диодант. Всем удачи и пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok